Ну а лично для меня, последние шесть лет Путина – это годы, когда моего мужа, Алексея Навального, честного и храброго человека, настоящего патриота России, преследовали, травили химическим оружием, судили, три года пытали в тюрьме, а потом убили. И это тоже сделал Путин, тот самый Путин, который поклялся в своей присяге. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Его обещания не просто пусты, они лживы. Это длится уже 25 лет. Так будет и в этот раз. С каждым его сроком все становится только хуже. И страшно представить, что еще произойдет, пока Путин останется у власти. С ним у нашей страны не будет ни мира, ни развития, ни свободы. Фундамент путинского режима – это ложь и коррупция. Огромные деньги, которые воруют каждый день у всех у нас, чтобы оплачивать ими бомбежки мирных городов, ОМОНовцев, бьющих людей дубинками, пропагандистов, распространяющих ложь. А еще свои дворцы, яхты и самолеты. И пока это продолжается, мы не можем прекращать борьбу. Фразу «не врать и не воровать» Алексей использовал еще в 2012 году. Но она не просто не теряет актуальности. Это, я уверена, и сейчас главный лозунг, под которым все нормальные люди могут объединиться. Только теперь мы добавляем к этому. Прекратите войну. Мы должны сделать так, чтобы Путину не верил никто в мире, ни в России, ни за ее пределами. Это сложно. Но мы должны стараться. А это значит настойчиво, упрямо, ежедневно работать. Сейчас нашей страной управляет жец, вор и убийца. Но это обязательно закончится. Не сдавайтесь. Правда победит.